Музыка Привет, друзья! Меня зовут Дима Граф и мы находимся с вами в Приморской краевой филармонии в репетиционном зале. И уже послезавтра, 26 апреля, состоится наш второй хип-хоп концерт вместе с эстрадным оркестром Приморской филармонии. Сегодня мы с вами посмотрим на все, что происходит здесь. Все это будет максимально доступно. Вы увидите все то, что происходит в рамках подготовки к этому мероприятию. Кого успею поймать, того и, собственно, в интервью можно будет увидеть. А так во все 18.30 билеты в кассах филармонии. Вот есть товарищ один. Иди сюда. Это человек, которому стоит отдать должное. Человек, который способен сначала читать гангстерским голосом припев песни «Gangsters Paradise», а потом просто перестроиться на тот какой-то такой фальцет и спеть припев. Это Антон Лерой. Здорово тебе, чувак. Как настроение? Прекрасно. Ну что, а его слышно? Его, конечно. Да, отлично. Вот так и оставляйте все это дело. То есть его с моего микрофона будет слышно. Отлично. Вот те, кто придут на этот концерт, они будут любить как раз-таки вот эти настоящие интервью. Они... Ой, давайте перезапишем. Что скажешь? Да, вообще все круто. На самом деле работа в филармонии это всегда какое-то вот такое волшебное творчество. Знаешь, не просто вот какая-то обычная рутина. Там вышел песню, спел, поаплодировали, ушел. Тут прям какая-то вот такая вот магия присутствует, что ты прям ходишь и чувствуешь, что вот есть такая первозданная вот музыка чистая такая. Вот ты не раз уже в мероприятиях филармонии был задействован. Скажи, есть отличительная черта других форматов мероприятий? То есть воспринимается ли наша вся вот эта банда не просто как какая-то тусовка или отдельный концерт, а как какой-то там проект, телепроект? Вот как вот ты относишься? Можешь раскрыть? Ну, я не знаю, как с этой стороны точки зрения посмотреть. Я первое, что хотел бы сказать, что чем мне нравится выступать именно на сцене филармонии, тем, что люди сюда приходят действительно послушать. Не просто там пожевать пельмени, чтобы фоном музыка поиграла, или там потанцевать, там под халли-галли, хей-хей, там хоп-хоп, пожевать пельмени. А именно приходят сюда послушать, послушать очень хорошую музыку, и это очень круто. Ты прям выдаешь им эту музыку, и они тебе благодарны за то, что ты просто делаешь это красиво. Согласен. Просто там вот это вот. Чего ждать людям, которые придут в 18.30, которые уже, кстати, билетов уже практически осталось, всего ничего. Поэтому, если ты смотришь влог и вдруг захотел, 226.40, 22, помни, 26 апреля в Фримонской филармонии. Что ждать людям? Классный флоу сейчас был. Ну, это же из рекламы. Что ждать? Ну, будет крутая музыка, будут крутые самые лучшие там песни, наверное, одни из самых... Почему, наверное? 100% надо быть уверенным. Песен всяко будет, так скажем, мировых хитов всяко больше, чем мы затронули в этом концерте, но это дает нам шанс еще сделать что-нибудь новое в третьем концерте. Поэтому приходите, каждый раз будет что-то все интереснее, интереснее, интереснее. Антон Лерой, друзья мои, был здесь, уже вангует вам третий сезон, хотя вы еще не посмотрели второй, а мы продолжаем готовить второй. Вот так приходится передвигаться, вот с такими вот проводами. Я просто привязан к съемочной группе в Приморской филармонии. Вот, пойдемте дальше посмотрим. Не будем их беспокоить, они и так очень много работают, играют постоянно, переигрывают. В плане того, что можно одно произведение, просто час может уйти, чтобы вы понимали, только на одно произведение может уйти час. Детальный разбор, какие-то тонкости, где-то кто-то... Вот, простому обывателю это не слышно, а вот именно, ну, дирижер Дмитрий Бутенко, он как раз-таки все эти тонкости слышит, и можно одну песню разбирать сейчас, поэтому трогать их не будем. Давайте попробуем к нему вот туда пройти. Есть он здесь, нет? Есть, отлично, пойдемте. Заходите. Дмитрий Валерьевич, застаем вас врасплох. Заходительная беседа сейчас. Застаем вас врасплох. А вы можете задать, задайте вопросы. А это и есть, в этом и есть фишка, просто я... Ну, не задейте. На мгновение всего того, что происходит в рамках этого проекта, ну, как и ведущий всего этого мероприятия, да, и участник, буду в этом влоге тоже так же все комментировать, поэтому по потаенным моментам и всем каким-то там уголкам ввожу съемочную группу вашего пресс-центра. Вот мы у вас в кабинете. Какие у вас есть эмоции перед тем, как мы с вами еще не вышли, но уже практически готовы выступить со вторым сезоном хип-хоп-оркестра? Я думаю, что как никто другой сможет ответить на моя коллега Саида Скрипка. Вы можете с ней поговорить, она вам все расскажет, как есть. Саида, вы считаете, что Дмитрий Валерьевич очень технично ушел от ответа? Вопрос номер один. Она считает, да. У нас подготовка идет очень волнительно. Мы переживаем все, и оркестранты, и солисты. Вот, немножко устали уже, потому что слишком много репетиций, слишком много работы, слишком много посвятили этой музыке. Это не мало, но и немного, но просто немножко подустали. Уже все хотим концерт, чтобы наконец-то выплеснуть эти все эмоции. Особенно хочет Саида, чтобы это все закончилось уже поскорей. И мы сейчас с Дмитрием вынуждены прерваться, потому что нам нужно повторить песню «Сон», да? Да. Все, Саидич, победи. Я же, прежде чем мы прервемся, хочу сказать вам одно. Мы в этот раз ограничены двумя неделями подготовки к проекту. В прошлый раз, первый раз, мы готовились целый месяц. Поэтому от этого еще больше, как говорится, и горишь, и перегораешь, и все в одном месте сразу. Поэтому все, что вы сейчас увидите здесь за кадром, это настоящий бэкстейдж. Сегодня мы уже склеиваем программу. Так что продолжаем наблюдать за процессом, и пойдемте посмотрим на меня уже с другой стороны, с позиции репетиционной. Мы раз-раз, мы в прямом эфире. Это Саша ПБ. Я продолжаю вести влог всего, что связано со вторым сезоном хип-хоп-оркестра в Приморской краевой филармонии. Кстати, ей 80 лет в этом году. Я попрошу прощения, как раз сейчас скажет Дмитрий, Саша ПБ скажет, мы с Дмитрием пройдем песню, у нас есть 3 минуты. В общем, я Саше передаю микрофон, он в него скажет, а потом как ведущий придет на ту песню, в которой я уже буду как исполнитель. Вот так мы и будем меняться, это будет прикольнее. Продолжаем наблюдать за подготовкой, за бэкстейджем хип-хоп-оркестра. Саша ПБ, тебе микрофон. Отвечай в него на вопросы и приходи в репетиционный зал. Держи. Это все потом так и будет. Я понял. Здравствуйте. Какие у вас вопросы к хип-хоп-оркестру? Да, смотрите на камеру. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня принимаете участие первый раз, вообще с каким настроением, насколько это круто, вообще рэп от эстрадного оркестра? Ну, по-моему, все это действие второй раз происходит, и я второй раз принимаю участие. Ощущение. Но ощущение совсем другое, если сравнивать с выступлением под обычные минуса, потому что когда за тобой оркестр, это звучит очень мощно, и ты чувствуешь какую-то ответственность, потому что за тобой, ну, как бы столько людей, и они все работают на тебя, или ты работаешь на них. Короче, это очень ответственно и очень круто. Я исполняю только треки «Басты», «Моя игра», «Хэндзап», «Обернись» и «Кинолента». Ну, в общем, вы живете этой музыкой, да? Это же нечто большое ваше, наверное. Я потратил на эту музыку большую часть своей жизни. Мне сейчас 31 год, я рэпом занимаюсь 15 или 16 лет. Раз, раз. Мы продолжаем вести влог с бэкстейджа, репетиций в Приморской краевой филармонии, вот буквально перед выходом, потому что мы все занятые люди, помимо этой жизни у нас. Еще существует другая. Поймал Люсю Алексеенко. Люсь, ты как человек, живущий среди нот, среди всего этого, постоянно и все остальное, да? Уже, можно сказать, часовые пояса даже и прочие вещи, отделавшись от недавних ТНТшных нервов. Что можешь сказать по поводу второго проекта? Есть у тебя какие-то отдельные эмоции, как у артиста, который регулярно выступает в филармонии? Отличается ли этот проект от всех других? Вот у него есть изюминка какая-то или нет? Что вообще думаешь? Что ждать от второго сезона? Все эмоции? Давай, вываливай. Ты же имеешь в виду наш второй сезон, вот этот прекрасный. Для меня этот сезон особенно ценен, потому что, ну как ты думаешь, какая же песня будет, которую обещали в прошлом году? Дороже золота! Е! Да, кстати, вы увидите эту песню, я называю ее, это самый лучший трамплин, который постоянно работает. Ну, то есть у каждого артиста этот трамплин есть, Люся успешно этим пользуется, в хорошем смысле этого слова. Вы сможете увидеть филармоническую оркестровую раскладку этой песни, такого вы еще не видели. Плюс, есть сюрприз, сама скажи о нем. Ну, то есть ты будешь... Ну, во-первых, я скажу, что первый факт самой этой песни в программе меня безумно радует. Второе, аранжировка получилась совершенно волшебная и сказочная. То есть я себе вообще эту песню в оркестровой версии не могла представить, и я думаю, что всем будет очень интересно посмотреть, как это получается, потому что там, ну, пятиминутный один и тот же бит. Она звучит вообще по-другому. И самое интересное, что я опять собрала ребят, которые были давить в группе «Дэви Стрит». Миша и Антон тоже примут участие в этом концерте. У меня получилось, и они согласились. Фишка в том, что вот эти ребята, кого вы видели на видосах, которые такие архивные, еще чуть ли не свечи, а с кассеты 2006 года, уже повзрослевшие будут с нами, со всеми ребятами и вместе с Люсей в соответствующем треке «Дороже золота» выступать на сцене Приморской краевой филармонии. В общем, ко второму сезону постарались сделать все, уже основываясь на том опыте, который есть, на тех эмоциях, которые дали людям. Поэтому если ты не пришел на первый концерт, и ты был тем человеком, кто говорит, господи, когда у вас следующий концерт, я хочу, я хочу, ты должен быть здесь, потому что билетов осталось совсем чуть-чуть. Дима Граф, Люся Алексеенко. А для тех, кто был в прошлом году и кому понравилось, а по-моему, понравилось, честно говоря, всем. 50 стульев доставляли в портер, чтобы люди сели. Да, будет не полностью тот же материал. Будет новый материал, некоторого прошлогоднего материала не будет, но он заменен на не менее крутые треки. Так что будет все круто. Да, согласен, материал будет не менее качественный, наоборот, поэтому вы увидите, я бы сказал так, где-то 70% новой программы и 30% программы, которая the best. Поэтому... Так, а! Ну, где-то так, 60 на 40, 70 на 30. Но новых песен... Ой! Новых песен будет много. Телефон целый, поэтому все хорошо. С праздником филармония, с 80-летием. Приходите на концерт. И вот такая вот точка крутая. Ха-ха-ха-ха. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ты понимаешь, это будет прикольно просто закончить на этом видео? Субтитры сделал DimaTorzok Симфонический диалог Россия-Япония Мировая классика в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра и звезд высокого искусства страны восходящего солнца 17 мая Приморская краевая филармония Телефон 226-40-22 Аудитория 6+. Расплескалась синева Расплескалась По тельняшкам разлилась Легендарный коллектив воздушно-десантных войск Российской Федерации Голубые береты Только один концерт 19 мая на сцене Приморской краевой филармонии Телефон кассы 226-40-22 Аудитория 6+. Россия. История. Мы Познавательно-развлекательный проект для детей и взрослых Ко дню славянской письменности и культуры 24 мая на сцене Приморской краевой филармонии Зрители станут свидетелями исторического экскурса по знаменательным вехам нашей страны От Древней Руси до современной России Через призму музыки, литературы и истории Телефон кассы 226-40-22 Аудитория 6+. Мировые хиты в концертной программе эстрадного оркестра Romantic Collection 25 мая Приморская краевая филармония Телефон 226-40-22 Аудитория 6+. Редактор субтитров А.Семкин